В ее армии 150 муравьев, пока за стеклом не опасны. Да и в целом, если их не тревожить, живут своей жизнью, за которой наблюдает Алина. Вот уже три месяца она Мирмикипер, человек с муравьиной фермой. Я просто в рекомендациях Ютуба увидела про колонии, и меня это заинтересовало. В какой-то момент осознала себя, что все, я хочу колонию. Я долго не решалась их заводить, я прям около полугода где-то смотрела, как с ними, что. Я боялась, что я не справлюсь, и просто, ну, это же муравьи, как о них заботятся. Не знаю, морскую свинку можно отнести к ветеринару, ее как-то полечат, а муравья нет. Впрочем, муравьи в этом вопросе отлично справляются сами. Их три вида, но между собой они не воюют, а просто распределяют обязанности. Одни строят, другие лечат, третьи нянчат. Есть и такие. А вот защитники такому цивилизованному обществу не нужны. У них со временем появляются солдаты с такой массивной головой. Они гораздо больше обычных, рабочих. Это солдаты, у них им просто дали такое название. На самом деле они не для сражений, они просто, чтобы зерно перемалывать большими жевалами. В закрытой муравьиной ферме жевалки им не пригодятся. Едят белок, например, личинки. Как выяснилось, ухаживать за этой живностью просто, говорит Алина. Воду менять будут, когда они вот все это выпьют там за недельку. Тогда я новую ставлю. Кормить, как съедят. Новичку муравьиная ферма обойдется рублей в 500. Столько потратила и Алина. А продвинутые мермикиперы готовы выложить за ферму в среднем от 5 тысяч и больше. Цена зависит, конечно, от состава. Так, в Алтайском крае обитает больше ста видов муравьев. Самый распространенный лазиус нигер. Они обитают в парках возле домов. А есть хранители леса. Они уже стоят дороже. Это хищные муравьи из рода формика, прежде всего, рыжие лесные муравьи, которые уничтожают личинок, опасных насекомых, которые могут давать вспышки численности и уничтожать, например, леса. Здесь как раз роль насекомых-антомофагов в том, что они не допускают резких скачков. Один из этих видов, формика руфа, занесен в Красную книгу. Второй, формика поликтена, не такой редкий. Он есть у Алины. Значит, ее ферма автоматически повышается в цене и уникальности. Впрочем, заводить муравьев можно не только с точки зрения коллекционера. Если ребенок склонен и может сидеть какое-то время долго и наблюдать, то на самом деле вот такая муравьинная ферма может быть тем способом, который даже отвлечет его от гаджетов. Наблюдать за муравьями очень интересно. Они могут из хаоса, из ничего сотворить целый город. А для города своих муравьев Алина уже присматривает дом покрупнее и собирается расширять их семью. Этим летом будет отлавливать садовых муравьев. Дорита Миллер, Виктория Пекунова, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Если они все где-то привозят.